Приветствую вас, друзья мои! Если вы смотрите это видео, значит вы вновь будете гулять со мной по Вечному Городу. Раннее утро. Я доехала до площади Навона, но автобус не остановился на моей остановке, а провез меня еще одну остановку вперед. Вот теперь возвращаюсь. По названию видео вы уже поняли, куда я направляюсь, но прежде чем дойти до Виллы Форнезина, я пройду через рынок Кампо де Фиори. Мимо него невозможно пройти мимо. Тем более я давно уже здесь не была. Это не просто рынок. Это место, которое может рассказать много историй. Начиная с того, что здесь находился один из четырех античных театров Рима – театр Помпея, остатки которого до сих пор можно рассмотреть. В центре этой площади когда-то стоял скандальный фонтан, который потом накрыли крышкой и по указу Папы Римского перенесли в другое место. Здесь же, на этой площади, на костре сожгли Джордана Бруно. А сейчас это рынок. В 16 веке, когда в Риме появилось много заморских фруктов и овощей, художники изображали их на фресках с некоторыми эротическими нотками. Если вы досмотрите это видео до конца, то поймете, что я имею в виду. Потом я прошла мимо Виа де ле Цокулетте. Любопытное название улицы и в настоящее время вызывает улыбку. И сейчас расскажу, почему. На этой улице когда-то был приют для детей-сирот. Для содержания девочек Папа Римский установил сумму 1000 скуда в год, но этого было недостаточно. Девушек научили шить, обрабатывать коноплю, лен и делать очень тяжелую ткань. Они скромно одевались в коричневую сутану и носили деревянные башмачки. Когда девочки проходили по улице, их башмачки цокали, и римляне прозвали их Цокколетте. Но это еще не все, есть и другая история. Цокколетте были сиротами-подкидышами. Отказ от новорожденных был очень распространенным явлением в XVII веке. Этот век потом называли веком-подкидышей. Но уже в средние века отказ от новорожденных был широко распространенной практикой, и нежеланных детей оставляли в специально отведенных местах при монастырях. Именно в XII веке по указу Папы Иннокентия III в церквях и монастырях были сделаны специальные окошки, где оставляли детей. В окно был вмонтирован деревянный цилиндр. Он мог вращаться вокруг специальной оси, поворачиваясь отверстием к улице. Женщины могли анонимно оставлять своего ребенка. Подкидыш – это ребенок неизвестных родителей. От этого слова пошло название окна – колесо подкидышей. Мать клала ребенка в цилиндр, поворачивала его, чтобы он оказался внутри церкви, звонила в колокол, сообщая о подкидыши, и уходила. Папа принял это решение после того, как из тибра извлекли тела новорожденных, попавшие в сети рыбаков. Эти дети были плодом нежелательной беременности. Так жрицы любви избавлялись от только что родившихся детей. Куртизанки работали законно. Они платили налоги, профессия их была прибыльная. Но вот от детей они избавлялись. Это пугало не только окружающих, но и папу. Детоубийство было грехом и наказывалось смертной казнью. По указу папы в Риме сделали колесо подкидышей или окно жизни. Их насчитывалось не одна сотня. Такие окна помогли спасти многих младенцев от гибели. В 1923 году при правлении Муссолини их использование было запрещено. Но в Риме сохранилось несколько колес подкидышей. Одно из них находится у Ватикана, по улице Борго Санту Спириту. Когда девочки вырастали, они могли продолжать жить в приюте, работая в мастерских, которые монахини организовали для производства одежды. Эти же девочки работали горничными в домах богатых людей, а иногда даже им удавалось выйти замуж. Но не всех девочек оставляли жить и работать здесь. Существовал так называемый критерий. Девочка должна быть хороша собой и здорова. Поэтому девочки, которые не были привлекательны после 12 лет, были вынуждены жить самостоятельно. Единственным способом заработать деньги на жизнь для них была проституция, и поэтому они стали куртизанками. Так воспитанницы приюта цокколетты, которые, проходя по улице, стучали цоколей деревянной обувью, стали ассоциироваться с девушками легкого поведения. Таких девушек римляне называют и до сих пор цокколетты. И, проходя мимо этой улицы, невольно улыбаются. Сейчас мы проходим по мосту Систо, который был построен папой Сикстом IV на деньги, которые куртизанки платили Ватикану, то есть налог. Этот мост соединил Рим с Ватиканом и районом Трастевери. Его именем названа Сикстинская капелла, он был покровителем искусства и науки, восстановил в Риме много полуразрушенных церквей и построил новые. Очень часто, когда начинаю что-то рассказывать о Риме, всплывают тут такие пикантные истории про куртизанок. Я не раз вам показывала дома куртизанок, улицу спущенных трусиков, фонтаны, которые закрыли по очень пикантным причинам. Я не заостряю внимание на этом. Я рассказываю вам про жизнь и быт римлян. Не секрет, что многие художники пользовались услугами куртизанок и изображали их в своих произведениях. В одном из колоритных районов Рима находится вилла Форнезина. Вот почему-то многие туристы до нее не доходят. Это не просто вилла. Это настоящий шедевр уникальной красоты. Интерьеры залов украшены уникальными фресками. Знаменитый банкир Агустино Киджи, которого называли папским банкиром, он спонсировал римских пап и кредитовал знатных граждан Рима, решил построить для себя загородную резиденцию. Для оформления росписи стены потолков залов виллы Киджи пригласил художников, в том числе и Рафаэля с его учениками. В результате каждая комната виллы украшена красочными фресками, которые рассказывают сюжеты римских и греческих мифов. Если виллу построила Густино Киджи, почему же она называется вилла Форнезина? Да потому что позже вилла стала собственностью семьи Форнези. Отсюда ее название. Первый зал, куда мы попадаем, это зал Галатеи. Здесь мы видим известную фреску Рафаэля «Триумф Галатеи». На фреске изображен сюжет из древнего мифа, повествующий историю любви прекрасной нимфы Галатеи и пастуха Акида. Полифем – тот самый великан, к которому однажды в пещеру забрались греки, а потом выбрались из пещеры с помощью хитрости, прицепившись за шерсть на животе овец. Эту историю я рассказывала вам в прошлом видео. Так вот этот Полифем однажды увидел, как прекрасная нимфа Галатея каталась на своей колеснице в виде морской раковины, в которую были впряжены дельфины. Ее красота произвела на него большое впечатление. Он влюбился в нее. Любовь скружила ему голову, он забыл про свои стада и проводил все время на берегу моря, ожидая появления Галатеи. Полифем горевал от недостижимой любви. Галатея смеялась над любовью великана и появлялась на берег, когда он спал. Но зато Галатея посматривала в сторону молодого и красивого пастуха Алкида, выходила на берег, присаживалась у скалы и слушала его нежные слова. Однажды Полифем случайно увидел их вместе, от неожиданности остановился и долгое время смотрел на них со скалы. А потом в ярости схватил огромный камень, а в его руках это была целая скала, и бросил вниз на влюбленных. Галатея, будучи бессмертной, осталась жива, а бедный Алкид погиб. Его кровь боги превратили в быстрый ручей, который стекал вниз, чтобы в море соединиться с Галатеей. В своей фреске Рафаэль отошел от точного изображения сюжета и написал сцену, больше похожую на похищение Галатеи. Рафаэль любил женщин, это было всем известно. Свой идеал женской красоты художник воплотил в образе Галатеи. Но потом, работая на вилле Форнезина, Рафаэль влюбился в дочку пекаря Форнарину. Том, в котором она жила, до сих пор находится рядом с виллой. Когда Рафаэля спросили, кто эта красавица, он ответил, что он ее придумал. Но если сравнить образы прекрасных девушек на картинах Рафаэля, то напрашивается вывод, что в образе Галатеи все-таки куртизанка империя. Она есть на фресках и картинах Рафаэля, который находится в Ватикане. Свод этого зала украшал Бальдасар Перуцци. Астральное небо в день рождения Агустино Киджи. Здесь показано положение планет вокруг зодиака на дату рождения Киджи. А люнеты были написаны Себастьяну Дель Пьомбо с мифологическими сценами, за исключением одной. Фреска в этом люнете не имеет никакого отношения к другим темам, присутствующим здесь. Ходили слухи о творческом соревновании между Рафаэлем и Микеланджело, о которых сначала шептались, а потом они стали легендой. Согласно легенде, Рафаэль всегда прикрывал работы, пока они не были закончены. И это пробуждало любопытство и интерес у самого почитаемого конкурента. Микеланджело однажды пришел на виллу в отсутствие Рафаэля, чтобы взглянуть на его работы. Он был восхищен работой своего соперника и хотел оставить знак своего прихода. Увидел пустой люнет и нарисовал гигантскую голову углем. Вернувшись, Рафаэль увидел нарисованную голову и понял, кто ее нарисовал. Первоначально он был раздражен вторжением, но потом приказал никому ее не удалять. Если помните видео про Сикстинскую капеллу, я рассказывала вам, как однажды в отсутствии Микеланджело Рафаэль с помощью Браманта тайком проник в Сикстинскую капеллу. Микеланджело близко туда никого не подпускал. Рафаэль даже взобрался на леса и смог близко рассмотреть центральную сцену сотворения Адама. Увиденное произвело на Рафаэля ошеломляющее впечатление. Он долго не мог прийти в себя и на первых порах не мог смотреть на свои фрески. Но о визите Браманта и Рафаэля стало все-таки известно Микеланджело. Он долго не мог успокоиться. И вот ответный визит. Будучи женатым, банкир Агустину Киджи встречался и покровительствовал молодой куртизанке империи, подарившей ему дочь Лукрецию. В браке у него не было детей. И в 1508 году жена умирает. Через три года он отправляется в Венецию по работе и знакомится там с девушкой низкого сословия куртизанкой Франческой. Через несколько месяцев Франческа уже была на вилле Форнезина в качестве хозяйки. Империя же, забытая своим покровителем Киджи и от безответной неразделенной любви, тут многие рассказывают, что империя была влюблена в Рафаэля, а он в это время увлекся форнариной. 13 августа 1512 года куртизанка империя отравилась. Спасти ее не смогли даже папские врачи. Чтобы отпраздновать появление новой возлюбленной Франчески, Агустино Киджи заказывает Рафаэлю роспись открытой лоджии. Основной темой фресок выбрали сюжет истории Амура и Психеи. На плафоне этого зала размещены две большие фрески. На одной из них изображен свадебный пир Амура и Психеи, а вторая представляет богов, которые принимают Психею на Олимпе. Рафаэль работал над эскизами и в это время был очень увлечен дочкой пекаря Форнариной. Основной частью росписи лоджии занимались его ученики. Перед рассматриванием этих замечательных фресок давайте вспомним историю любви Амура и Психеи. В одной прекрасной стране жили царь и царица, у которых были три дочери, все три красавицы. Но младшая Психея была краше своих старших сестер. И говорили, что она превосходила своей красотой даже богиню любви Венеру. Дошла эта весть до Венеры. Обозлилась богиня, не поверила этому, но решила все же извести Психею. Она позвала своего сына Амура, красивого сильного юношу, и поручила ему отправиться в то царство, где жили царь с царицей. Амуру нравилось влюблять людей и богов лишь ради забавы, не думая о последствиях. Венера сказала, сделай так, чтобы младшая дочь Психея влюбилась в самого недостойного человека, чтобы всю жизнь была с ним несчастна. Да смотри, не влюбись в нее! Амур взял стрелы и лук и отправился выполнять задание матери. Когда он увидел прекрасную Психею, то не смог отвести глаз от нее и забыл про наставление матери. Его стрела попала ему уже в сердце. И задумал тогда Амур жениться на земной девушке. Однажды ветер подхватил ее и перенес во дворец. Она вошла в него и услышала ласковый голос. «Ничего не бойся! Будь хозяйкой в этом дворце!» Дворец был очень красивый. На столе стояли угощения. Психея осмотрела все вокруг, прилегла и уснула. Ночью к ней прилетел Амур, а рано утром улетел. Она его даже не видела. И с тех пор только в темноте Психея и Амур проводили ночи любви. Амур делал все, чтобы мать Венера ничего не заметила. Но однажды ночью Психея сказала, что скучает по своим сестрам. Амур пообещал привезти во дворец ее сестер. Но Психея должна быть осторожна с ними и ничего не рассказывать о нем. На следующий день сестры Психеи уже были во дворце. Психея показала им прекрасный дворец, в котором была хозяйкой. Угощала их разными явствами. Зависть переполняла сестер. Они стали расспрашивать сестру о ее муже и были удивлены, что она его никогда не видела. Они посоветовали ей зажечь ночную лампу и посмотреть на него. В одну роковую ночь любопытство и страх взяли верх. И Психея решила зажечь масляную лампу, когда Амур уснет. Она взяла в руки нож, готовясь увидеть монстра, но вместо этого увидела красивого юношу. При виде его красоты Психею охватила трепетная дрожь. И несколько капель раскаленного масла со светильника упали на плечо Амура. Амур проснулся от боли и заметил нож в руках Психеи. Увидев предательство, он сразу же улетел. Психея отправляется на поиски любимого. Дорога приводит ее ко дворцу Венеры, к богине любви. Она просит богиню найти ее любимого. Однако Венера не хочет допускать девушку к своему сыну и дает ей сложные задания. В последнем задании она должна была принести ларец. Но по дороге она открыла его и, вылетевший из ларца сон, усыпил ее. Она упала и крепко уснула. Тем временем обожженное плечо Амура зажило. И вместе с болью прошел его гнев на Психею. Пролетая, он случайно заметил спящую возлюбленную, поцеловал ее, и она проснулась. Психея рассказала ему, как ей было тяжело, как ненавидит ее Венера и дает тяжелые испытания. И Амур пообещал, что отныне этому наступит конец. Влюбленные были счастливы. Но Венера ничего не хотела слышать о женитьбе сына на земной девушке. И тут вмешался Юпитер, отец Венеры. Он уговорил Венеру не мешать молодым и дал Психее выпить божественный напиток. Выпив его, она стала бессмертной, как боги. Свадьба была большим пиром. И вскоре Психея родила Амуру сына, которого назвали наслаждение. Фрески, лоджи Амура и Психеи рассказывают этот миф, помещая его параллельно с историей Агустина Киджи, самого богатого и влиятельного человека того времени, и Франческой, красивой молодой девушкой из простой семьи. Как и в случае с Амуром и Психеей, история также предвидит счастливый конец для Агустина и Франчески. Завершение фресок совпадает с бракосочетанием Агустина и Франчески. После нескольких лет отношений в качестве мужа и жены Киджи женился на Франчески, которая к тому времени подарила ему несколько детей. Свадьбу сыграли в августе 1519 года, а в 1520 году умирает Рафаэль и Агустина Киджи, что помешало завершению росписи лоджии. Если бы не это, возможно, были бы расписаны и стены. Но давайте рассмотрим фрески, которые украшают эту лоджию. Фрески состоят из двух больших центральных сцен и серии маленьких сцен треугольной формы. Их всего 24, 10 из которых описывают сцены мифа Амуры и Психеи, главными героями которых являются различные божества. В других 14 сценах изображены игривые Амуры. История начинается с той фрески, что находится в центре стены, граничащей с залом Галатеи. Здесь изображена Венера с Амуром, держащим стрелу в руках. Венера здесь просит Амура сделать так, чтобы Психея влюбилась в самого недостойного человека. Следующая фреска – Амуры три грации. Прелестные грации сидят на воздушных облаках, они внимательно слушают о новых замыслах и проделках Амура. Одна из них смотрит вниз, а две другие внимательно слушают Амура. Одна из них, кажется, осуждает Амура, а другая немного удивлена. На этой фреске Венера возмущена. Она узнала, что сын привел в королевский дворец женщину, неравную ему по рангу. Венера с негодованием реагирует на это. Юнона справа, кажется, намерена переубедить Венеру. Кроткая Церера, богиня урожая и плодородия, смущена гневом Венеры и, подняв руку, пытается успокоить Юнону. Можно представить, как Юнона переубеждает Венеру. Что ваш сын сделал не так, почему вы препятствуете их любви? Вы забыли, сколько им лет? Вы же знаете, что ваш сын мужчина и что он молод. Раз он не выглядит на свой возраст, вы всегда будете думать, что он ребенок. Две богини, опасаясь стрел Амура, пытались защитить его. Но Венера, возмущенная и оскорбленная, не восприняла этот разговор всерьез и решила отправиться за помощью к отцу Юпитеру. Здесь мы видим Венеру на колеснице, запряженную голубями. Она отправляется к отцу Юпитеру, чтобы попросить его о помощи. Венера, напротив огромного отца Юпитера, превращается в подростка. Она просит помощи. Здесь она выглядит намного моложе и симпатичнее. Венера просит у отца предоставить ей Меркурия. Меркурий объявляет всюду, что тот, кто вернет из бегов или сможет указать место, где скрывается беглянка, царская дочь по имени Психея, получит в награду от Венеры семь сладких поцелуев. Но Психея готова сама идти на поклон к Венере, чтобы смягчить ее гнев и найти Амура. Низкая крылатая шляпа и на пятках крылья или крылатые сандали – это главный атрибут Меркурия. Психею несут на Олимп и наступают испытания. Амур полетел к самому Юпитеру и стал просить, чтобы тот помирил Венеру и Психею. Юпитер позвал Венеру и сказал ей, «О, прекраснейшая, не сердись, что твой сын избрал себе в жены не богиню, а смертную. Я подарю ей бессмертие». И вот Меркурий провожает Психею на торжество. Свадьба. Здесь мы опять видим три грации. В руках у одной из них божественный напиток, из пив которой Психея становится бессмертной. Амур и Психея – виновники торжества. И танцующая Венера, которая веселится со всеми. Если вы заметили, лоджи украшают не только мифические герои и амурчики. Здесь удивительно красивый флористический орнамент. Мы видим гирлянды, поражающие своей красотой из овощей, фруктов и ягод, которые не оставят никого равнодушным. Уже в это время в Риме стали появляться разные экзотические растения и плоды необычной формы. Их привозили из Америки, Африки и Азии. Это алой, заморская желтая тыква, айва, черешня, персики, арбузы. Если хотите подробно рассмотреть эту лоджию, а также рассмотреть мелкие детали, внизу под видео и в описании я оставлю ссылку на сайт Виллы Форнезина, где вы самостоятельно сможете все рассмотреть. В этих прекрасных фресках воплощена не только история Амура и психеи, но и некоторые эротические нотки жизни Италии XVI века. Все очень гармонично. Если внимательно рассмотреть, то можно заметить, как ученики Рафаэля, а в данном случае Джованни Даудины, у которого это очень хорошо получалось, создал гирлянду с элементами, похожими на половые органы. Ученики Рафаэля любили изощряться в написании пикантных подробностей, и это поощрялось заказчиком. Он внимательно следил за ходом работ и щедро одаривал за каждое удачное и смелое решение. Ох уж этот XVI век! Вокруг куртизанки и фрески с эротическими подробностями. Ну а нам остается принимать все как есть и самое главное увидеть то, что хотели показать нам художники, и даже где-то улыбнуться. Согласно заключениям исследователей, в этом зале насчитывается 170 разных растений. Но согласитесь, такие маленькие детали очень сложно рассмотреть с высоты 8 метров. В то время, как дошли работы над фресками, лоджия была открытой в сад, и гирлянды из цветов и фруктов казались продолжением сада. На гирляндах также можно рассмотреть разных насекомых и птиц, их насчитывается около 50 видов. Давайте поднимемся по этой лестнице на второй этаж. Там есть еще несколько прекрасных залов. Бальдосары Перуци создал удивительную объемную иллюзию. У нас с вами сегодня есть уникальная возможность увидеть Рим XVI века. В стенах этого зала, за нарисованной мраморной колоннадой, которая выглядит совершенно объемно, просматриваются виды на Рим. Здесь можно увидеть реку Тибр, колокольни, виллу Форнезина со стороны, дом, где жила Форнарина, влюбленная Рафаэля, и прекрасные пейзажи. Этот зал называется Каминный зал или Зал перспективы. Вверху зала находится широкий фриз с мифологическими сценами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Цена которых превышала стоимость всей виллы И стены этого зала расписаны фресками Здесь изображен фрагмент жизни Александра Македонского Цены свадебного торжества Бракосочетание Александра и Роксаны Под балдахином кровати сидит Роксана Крылатые амуры наряжают ее А Александр Македонский подает ей корону В 1520 году Агустину Киджи умирает А через несколько месяцев умирает его молодая жена Франческо Вилла приходит в запустение А через 7 лет в страшном 1527 году Этот год вошел в историю как год разграбления Рима Во время вторжения войск Карла V Вилла была разграблена На вилле есть книжный магазин Где можно купить книги, открытки, тетради, карандаши Все с изображением фресок этой виллы Возможно взять частичку виллы домой Я купила две замечательные книги про виллу Очень тихое и спокойное место На этой вилле бывает мало туристов Не только сейчас, когда вообще в Риме нет туристов Но и в большой сезон Всем советую посетить это удивительное место Как только будет возможность приехать в Рим Рафаэль повстречал Форнарину Рядом с садом дворца Форнезина Она стояла у забора любой с цветами в саду Он заметил незнакомку, подошел к ней, представился И предложил вместе прогуляться по саду Прогуливая с ней по саду Он увлеченно рассказывал ей о любовных историях Которые он должен изобразить на фресках дворца И предложил позировать для одной из картин Вскоре он приступил к написанию ее портрета А потом он объявил ученикам и друзьям Что наконец-то нашел психею Можно еще много говорить о любви Рафаэля и Форнарины Но это уже в следующий раз Вот такая интересная и замечательная вилла Форнезина Какой же все-таки богатый город Рим После таких насыщенных прогулок я вспоминаю комментарии Которые иногда мне пишут под видео Ничего интересного в этом Риме нет? Грязь вокруг бараки, который давно пора снести? Честно скажу, мне жаль тех, кто не смог рассмотреть в Риме его сокровища Ну а для вас, верные мои зрители Я буду записывать новые видео И рассказывать истории о быте и жизни римлян А идей для новых видео у меня очень много В последние минуты этого видео Я предлагаю вам самостоятельно прогуляться по Риму А я на этом буду прощаться с вами Дорогие мои друзья Большое вам спасибо за поддержку и добрые слова Мы выздоравливаем, чувствуем себя хорошо И надеемся, что после контрольного теста сможем выйти на улицу А это видео на вилле Форнезина Я записывала за две недели до того, как мы заболели Спасибо за лайки И обязательно поделитесь видео с друзьями И как всегда, до новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok